доброго дня сегодня мы с вами поговорим о таком интересном имени как дмитрий вот это стандартная форма записи ну как стандартно как мы привыкли дмитрий и две формы более исконной дмитрий то есть реющий и димитрио по моему даже в каких-то странах это сохранить сохранилась димитрио на то есть уже стремление к божественному поэтому сейчас с вами рассмотрим пожалуйста кому какой вариант больше подходит дмитрий то есть он своей свечой жизни на поде родовой памяти своим мышлением идущий до к прорастанию семени древом и идущий к развитию своей мозговитости через восхождение к семейственности то есть вот пришел бит стал палчик родился он обрел себе пару партийность образовал и потом уже в эту партийность в семью писалось уже деть и дети в жизни начала ангелочек пришел она здесь с вами и третьим идущий а вот так долго это лошадь то есть это в тот момент когда нужно на что-то обратить внимание поэтому это то место тот момент времени превосхождения то есть нужно обратить на него внимание и дмитрий на это обращаюсь как грамотно создавать 7 месяцев он обращается внимание на восхождение семейственностью здесь это очень важный процесс а то есть построение семьи от этой партийности вот что еще можно сказать до действующей силы это душа вот и тело и вот это вот такой жизни огонь которая поддерживает биоэнергоостав человека вот он биоэнергоостав человека десятиконечный крест вот поэтому человек вот этой десятирично он приходит как раз вот это 10 мер буква 10 мер поэтому десятиконечный крест 10 мер если вот почему шестерочники откуда то есть 10 это без если дара окрестного виденья вот то есть без четырех то получается шестерочники то есть безокрестные ведь это уже такое которые потеряли человеческий облик они не понимают что вокруг происходит потому что посредством оба идет взаимодействие с окружающей средой и вот здесь конечно дмитрий когда он свою свечу жизни свое тело да вот на пуде родовой памяти он это все развивает и она превращает уже потом до искра пожертвы на огне превращается в угоне потом в пламени есть видео из круга уголь память можно посмотреть дату соответственно он как раз нарабатывает вот это 10 мере а потом и так далее еще больше мы видим здесь как он идет к возрастанию мерности то есть к увеличению мерности то есть к восхождению поэтому вот а нас привычает что мой якобы мы трехмерном пространстве же но это конечно не так вот поэтому человек как минимум должен обладать 10 мерным но оперирование до окружающей средой для того чтобы осваивать данную ступень то есть тот мир который мы сейчас вами присутствует и поэтому вот как он действует как он вот разжигает свою свечу жизни жизни огонь через мышление а мышление это если мы с него посмотрим мы увидим это жизнестрой то есть мышление то есть получается мышление наше мышление приходит небесный жизнестрой то есть проецируется мышлением и земной мыслить и помогает восхождению небесного творцового жизнестро а вот промежуточной биомембраны вот нашего мышления и небесного жизнестроя является духовное родительские начала то есть через духовное начало родителей да и через образумливание вот у нас здесь образумливание на происходит мышление и восхождение небесного жизнестроя отсюда каким с вами можем делать выводы вот он есть у нас небесный жизнестрой который вот сюда проецируется наше мышление приходит он а вот здесь вот как бы промежуточная дата как звено единяющие это духовное родительские начала то есть своим мышлением мы влияем на жизнестрой получается родители на предыдущий жизнестрой то есть мы поэтому можем влиять скажем на прошлое своим мышлением и в то же время вот этот жизнестрой родителей здраво он или не здраво влияет на качество нашего мышления поэтому мы своим мышлением оздоравливанием его мы можем оздоравливать и жизнестрой творцовости небесной жизнестрой то есть те кто нас сотворил может быть нашу семью потом есть небесная жизнестрой не обязательно только наши родители ведь много кто участвовал в создании нас вот поэтому мы с вами для мышления влияем на тех кто нас сотворил в том числе на божественной системы и влияем на те системы например на наших детей потому что до небесной жизнестроен может быть как бы условно прошлое условно будущий вот он мы влияем тоже на этот жизнестрой поэтому мышление например наших детей влияет на наш жизнестрой мышление наших предков вот такая связь поэтому очень важно и бывает сложно вот воплощаться достойным достойной искре божественного огня вот найти достойную семью в котором она может активно восходить и развиваться поэтому мышление это очень важно и за мышление мы несем ответственность мы думаем ну что там подумали что-то плохое что такого так вот это большое оказывает влияние и конечно жизнь наших предков и потомков тоже влияет на наше мышление поэтому если родители ведут себя не здраво это влияет на качество на вашего мышления но через этот процесс мы можем и на их поведение на их жизнестрой тоже повлиять вот это нужно учитывать так вот дмитрий он нарабатывать свою искру вот это вот свечу поддерживает горение через свое мышление то что он идет своим мышлением он идет и развивает а вот свою мозговитость вот это семя древом мысленно мозг головы и вегетативному для того чтобы здраво войти зайти семейственность ведь какой здесь восхождение то есть это бит это 10 мер это полнота дальше идет нота тоже 20 мер вот 20 мер ноты дальше уже приход авельского начала уже видите к ним и же ангелочек вот он воплощать вот такая интересная такие задачи интересно такое имя как дмитрий если мы вот эту посмотрим дмитрий на то есть него для этой системы а для вещи а это у нас рейка эта часть у нас фиты вот здесь это духовная составляющая это плоти его то есть это уже единяющий для того чтобы единять как он единяет вот своей свечой жизни на поди родовой памяти через приход целостная система имово сна система через возможность действовать воединочестве духом душой телом и плотью то есть вот это вот он реализует вот эту потенциалику для того чтобы на тверде уже единять духовное плоти его да поскольку вот это потенциале к она в нас вложена вот действовать или иметь возможность объединять да вот собой является кто целостный человек то воединочестве действует духом душой телом и плоти вот вот эта буква аспода если в изначальном смысле это только душа и тело то здесь нет духовно плоти его составляющий но ее можно вписать и вот здесь дмитрий то есть он уже нарабатывает он действует душой и телом он нарабатывает вот эту вот как раз фиту она может быть и сфитизированная аспода то есть уже туда все это вписано поэтому надеюсь вы для того чтобы единять духовное плоти его этим восходить потому что рей это как раз уже 5 плюс 1 это уже восхождение от плоти его их мер к духовным меру то есть он уже вот эту составляющую он ее нарабатывает через что через вот эту потенциале к которая есть он ее реализует на тверде потенциале к вот действовать воединочестве голос им это им да но это мне есть у нас буква и голос им а это буква им да то есть она уже сюда приходит эта система или восходит потому что это линьотная вот здесь вот ими видите она уже действует вот эти связи они уже постоянный характер носит да вот им ими то не уже вместе вот ночь об ими мы сейчас еще поговорим поэтому вот и он это реализует на отверстие то есть он уже строит весь отверда это тоже очень интересный знак потому что отверда образуется из букова есть а что такое есть вот здесь мы видим вот если это фактор первого порядка фактор второго порядка и фактор третьего порядка и вот это они формируют 5 плоти его их мер вот это фактор 4 порядка это уже путь к духовным мерам вот она рейкова да вот она уже 5 плюс 1 и получается и а есть у нас дальше она уже восходит когда уже эта сила мощная да вот сила уже духовная она уже обретает силу наработку да она уже формирует твердь вот как интересно то есть получается да для того чтобы сформировать ведь твердь нужна духовность вот без этого нельзя поэтому то что в противном случае да это не жизнеспособная система например автомобиль ведь он без человека там нет духовности и он без человека он жить не может только на энергии человека когда человек до вкладывает на 1 только на этом поэтому технократии она смертельная и она смертоносная и она паразитирует на энергетике человека на и не поддерживает паразитом является же требует еще больше еще больше поэтому чем больше человека материального тем больше у него сил уходит для того чтобы это поддерживать жизнеспособном состоянии вот поэтому вот для того чтобы дверь ответы наживает это тоже создание чего-то живого то что может действовать без человека и сама планета она же может жить без человека до земля почва она все может без человека еще давать жизнь чему-то другому вот такое интересное здесь такая вот интересная система тоже конечно более сложная задача у дмитрия если димитрия вам есть уже как раз вот эта система имя тоже сложная система а то есть уже единочество на лучики света духу души тела и плоти и они которые приходят на твердь и которые восходят да уже в какие-то в новосотворяемые космоса да или уже восходят более возвышенной вселенной например то есть восходят и тут и могут цивилизации и здесь вот это вот постоянная связь осуществляется на то есть сказать скажем будущее творцовости прежней творцовости здесь то есть вот эта интересная система для того чтобы тут и 3 до утроить жизнестрой и для того чтобы рио-рео это божественная система рио-тео-фео-нео то есть эта система для новой организации жизнестрой чтобы на твердь и организовать что-то новое вот эта связь через опять же дмитрия вот задействована вот это духовно но здесь не духовно здесь душевно телесная составляющая душа это руки духа но в общем то тело тоже она является либо руками души он по-разному герец лекциях говорит ну может быть да это уже действует больше душа вот а душа конечно она вот духовно-душевную составляющую формирует то есть это все разные моменты может быть видео надо будет отдельно делать дух душа плод тела но пока сложно достаточно сделать но пока вот вот на данной системе понимания да то есть душевность это то что вот мы в общем то здесь проявляем это то что мы способны чувствовать и так далее а дух это больше такая стагнационная система то есть она концентрирует все все лучшие наработки взаимодействия божественными системами до душа душа тоже взаимодействие то что душа мира есть и наша душа является частью душа мира поэтому здесь вот пока так пока вот на таком этапе мы находимся поэтому вот какие задачи может решать дмитрий очень интересное имя задачи интересные вот это мы только прикасаемся на самом деле к истинным смыслом гораздо глубже вот ну вот это на дорогу оселит идущий поэтому всем дмитрием большой большой привет всего вам доброго до новых встреч пока пока